сейчас сейчас я бегу в сторону красной площади хочу сделать классное видео на фоне классное видео на фоне машин военных на весь будет прикольно просто в голове я вышел из дома только в 10.45 то есть парад сейчас закончится что ты вздыхаешь игорь зачем ты это делаешь как будто ты умираешь нет понимаешь ты жив доброе утро так 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 я практически навесил но тут закрыто к сожалению поэтому бежим дальше и здесь и здесь тоже очередь поэтому сюда тоже не пройти ладно почти не врезался собственно я весь красный красный как егор помидор да и удалось пробежать на самом деле это был дольки большой бег забег на сколько большую дистанцию мне кажется километров так 6 за 10 минут прям аж промчался от общежития до сюда но к сожалению не удалось заснять технику там военная все различные и вы что что такое красный то почему такие следы появляются егор зачем зачем ты краснеешь ты что стыдишься чего-то ты что что-то накосячил нет ты ты же нормальный я не понимаю почему метки следы реально о люди 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 пошли а куда они идут куда они идут ну-ка чаще сейчас узнаем вот скоро и люди ходят нужно выбирать позицию а вот они вот все машинки мне кажется народ пошел только чисто из-за того что так лучше вот этот бэкграунд показывать вам чисто из-за того я не знаю из-за чего может что случилось ну ладно просто машинки проехали за 100 люди шагают их много классно поздравляю всех с днем победы ой чуть не упал поздравляю с днем победы всего мира съемься такое видео сохранился я в инстаграм да на самом деле я очень был рад проходить рядом с этими людьми барабанщиками даже это не весь парад ой что ж так ветрено наверное ты ощущаешь ветер да на самом деле очень радостно было проходить мимо это круто потому что рядом идут люди которые готовились очень долго они кстати маршруют прям нога в ногу это очень здорово да и сегодня день у нас особенно сегодня поговорим о победах да ну мне так голову пришел день побед значит надо говорить о победах о победах я хочу выразить большую благодарность тем кто выявал до этого потому что в два в 21 год я только сейчас мне краски 21 6 мая я осознал то что реально люди сделали большое действие я осознал это когда стоял на рядом с ветеранами у нас в университете было своеобразное мероприятие посвященное дню победы я стоял рядом держал две гвоздички красные и осознал то что реально спасибо за то что сейчас нет никаких военных действий именно массовых прям огромных конечно есть небольшие там сирия и все в этом подобное но да спасибо большое и хотелось бы переключиться больше на мир и рассказать про мирные победы которые произошли в моей конкретно жизни за всю так скажем за всю мою жизнь наверно самую большую победу я расскажу самая большая победа я могу сказать то что я не стесняюсь людей почему я всегда говорю о не стеснении людей нужно что-то более весомое весомое сказать большая победа я помню у меня была победа по баскетболу была мини весна баскет как она так называлась не баскет киевси а мини весна баскет мне было лет девять и в спортивном клубе космос в подольске мы играли в баскетбол и мы заняли третье место вы были рады наш капитан точнее капитана парень илья его зовут он плакал ему было наоборот раз он был расстроен то что третье место я был же вот третье место это почетно это не не последнее да было бы очень так скажем называется иронично если бы все команд было три да и ты таки а третье место и люди кричат да это вот из самых таких первых побед победа еще была у меня когда я научился кататься на велосипеде я помню это было на даче меня дедушка обучал мол мы ехали по какой-то зеленой такой траве что ли я не помню тропинка какая-то я учился ехать на моем лесопеде прям крутил педали пока не дали это была победа тоже что еще из высокого возраста победа в танцевальном конкурсе не профессиональных танцоров а нет как егор мог победить максимум только энергетики своей радостью это прям максимум техникой не но я был очень так скажем его ничего себе вот это да круто еще когда мне вручали грамоты тоже была победа самый большой победы не могу на данный момент припомнить на самом-то деле но возможно сейчас еще похожу вспомню поэтому не переключаемся если же мы обратим свой взор с этой стороны тот ты увидишь тут людей да не ходит вот вокруг это центральный лески магазин да я же пока еще в голове не созрел победа какая у меня было но наверное из детства возможно но все сочно круто здорово и насыщенно и очень с большим количеством людей пока ходил на спутра по смотровой площадке не на а по да нам брел на вот это красивая щелкунческая щелкунчиковская вот что это это специальное украшение часы файфа клок ци и можем пить чаек вот так вот под этот тайминг также чаще очень важное очень важное прямо сейчас спускаюсь по эскалатор покажу одну важную вещь кстати это как так мозг работал алиса в волшебной стране как так мозг заработал то что мы встретили в эту вещь тут где-то должен быть джаз-дэнс я знаю ща побежим прошу прощения за отрезку но это специальный эффект так чуть не врезались в стойку сейчас покажу кое-что интересно интересно там кто-нибудь танец или нет это будет моя одна из побед потому что я покажу это никто не танцит никто не танцит да вы что ща нужно встать сюда мне кажется там кто-то вылазит вау так что нужно делать я не знаю что нужно нажимать я всегда танцевал когда кто-то тут был хотя всегда всегда один раз всего но один раз это стопроцентная вероятность что один из одного зачем непонятно кстати тут смотри тоже кадеты зашли прям детский магазин я и в детском гадись сейчас а тут аниматор я кстати раньше тоже был аниматором сейчас конечно не аниматор как могу с камерой анимирует это там всякие штучки вытворять вот такие шикотливые но тут они играют смотри детишки детишки как весело прям и говоря кстати об аниматорстве говоря об аниматорстве да я хочу сказать то что я вспомнил какая у меня самая большая победа она преследует меня по всей жизни вообще не преследует а просто вместе со мной находится да это я сам не очень сказать победитель прям по жизни да но да могу это утверждать то что я не стесняясь подходить к незнакомым людям то есть именно для меня подойти если просто спросить что-то вообще не составляет труда кто-то это вот это моя прям самая большая крутая страна то есть я могу прям взять и такой подошел к человеку незнакомого с такой начал базар в вокзал там все такое и все их здорово на самом деле да это вот моя самая большая победа и она наверно началась стал момент как я начал просто подходить даже там ездим куда-нибудь в поездку да допустим и такой подошел просто просил ктор и час и все и это кстати началось еще с детства я помню как просто ты такой подходишь к кому-нибудь незнакомому Спрашиваешь, который час, и они тебе отвечают, что время пить чай. В общем-то, это вот моя сторона, которая сильная. Тут, кстати, много людей. Прям вот так взрывались. Много. Непроглядные ряды и лес голов. Лес голов черных. Ну, конечно, звучит не очень хорошо. Но, да, как иначе выразить? Не иначе, никак, да. Собственно, 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 тень туда появилась, да. И на этом можно завершать блог, потому что я рассказал мою основную такую победу. Если что-то случится еще, то я, конечно, подсниму. Но на этом можно завершить то, что мы выявили. Мы посмотрели наш драгоценный Шипор-парад, посвященный 9 мая. Конечно, немного тут людей было. Точнее, именно военных, которых мы встретили. Но все же, да, не зря я утром вот так вот прям бежал, 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 спотыкался и добежал. И какое мы можем выявить последнее? Да, поздравляю, во-первых, с праздником, который у нас тут есть. Это очень драгоценно и ценно для нас, для меня, для тебя, я надеюсь, тоже. И, в общем-то, какую победу я хочу для тебя вывести? Точнее, вывод, победный вывод, это не стесняйся подходить к людям. И все будет отлично. Ты же знаешь, что никто тебя не укусит. Да, человек вот так пробежит мимо. Так, где он? Ладно, он уже убежал. Прям вот так, как суперсоник. И все. Не стесяйся, иначе поезд уйдет и все. И больше никак ты ничего не сделаешь от того, что человек убежал, да? Ты его не догнал. Все, поезд уходит. Тут должна быть все грустная музыка. Но нет, грустной музыки не будет, потому что праздник есть. Сегодня праздник у девчат, сегодня в клубе танцев. И победы. Классные горят румянцы первозданным, да? В общем-то, люди вон ходят тоже. Поэтому не стесняйся, люди. Пожалуйста, это прям... И будьте рад, да? Будьте рад, как гранат! Пока!